Уже с юных лет люди задумываются о том, кем они хотят стать, чем желают заниматься и сколько зарабатывать денег. Региональное управление службы занятости помогает найти работу. О том, какой в настоящее время уровень безработицы в регионе, какие профессии являются востребованными, появляются ли новые партнеры и почему люди до сих пор становятся жертвами мнимого трудоустройства, рассказал руководитель управления Государственной службы занятости населения Нижегородской области Александр Силантьев. В настоящее время в Нижегородской области уровень безработицы составляет 0,4%. Мы традиционно уже обходим десятку субъектов с минимальным уровнем безработицы. Но большую роль в этом, конечно, играет город Нижний Новгород. Основная масса предприятий, конечно, социализация общины на территории города. И если в городе у нас в настоящее время 0,35, то по области 0,4%. Но это не умаляет значения наших и сельских районов, других городов, более мелких. Все равно работают руководители хозяйственных предприятий очень хорошо. Спасибо им за это. И всегда поддерживают именно уровень безработицы на низком уровне. Это говорит о том, что создаются рабочие места людям, если где работать. Наиболее востребованными вакансиями у нас уже на протяжении многих лет остаются водитель и кондуктор. А востребованность чувствуется везде. Нужны и швеи, и повара, и слесари, и, если говорить про строительные отрасли, каменщики, бетонщики, монтажники, крановщики. Если говорить про служащих, это медицинский персонал, это менеджеры, бувалтеры. В общем, требуется у нас 33 тысячи вакансий в настоящее время. И 7 тысяч безработных. Практически 4,5 вакансий на одного человека. Партнеры появляются, в общем, те долгосрочные, как, например, завод «Газ», красный «Сормово», красный «Якорь», муниципальные предприятия Нижегород-пассажиры «Автотранс». Мы с ними работаем давно. А появляются, у нас же создается много новых предприятий. И вот они появляются, те, которые создаются новые. А традиционно с кем работаем, они не могут появиться. Они уже в течение 25 лет с нами работают. Несмотря на то, что есть большое количество вакансий, несмотря на то, что постоянно проводится, как мы уже говорили, в Ярвоке, почему люди все равно становятся жертвами мошенников, которые берут, например, с них деньги за трудоустройство, а потом люди без работы остаются из вот этого маленького своего плана. Ну, вопрос, конечно, сложный и неоднозначный. И, наверное, много факторов на это влияет. Первое, что господа мошенники, они ведь люди очень с тонкой психикой улавливают. Кто ищет работу. А потом, с другой стороны, люди, которые ищут работу длительный период времени, они тоже становятся более доверчивыми, и о них вычисляют просто и врут. Но я не думаю, что мне ни один случай неизвестно, чтобы через нашу службу кого-то обманули. Расскажите нам о ближайших планах и задачах, которые стоят перед управлением. Да планы у нас одни, это трудоустройство людей. Других планов, в принципе, нет. В цифровом значении это как-то выражается? В цифровом значении это выражается, вот у нас сейчас 0,4, нам до конца года надо было удержать 0,5 и не более 9 тысяч безработных. Потому что, ну, традиционно летний сезон все равно уровень снижается, а зимой он повышается. Поэтому вот в этих пределах, если останемся, это будет хорошая работа. Но будете справляться? Будем стараться.